Добрый день! — Ну, у кого какие. Я думаю, все знают, что сегодня начинается у нас великое мероприятие под названием Гренландия. И многие поедут туда. — Известное мероприятие, в известном месте. — С известной дорогой. — С известной дорогой. — Правда, всех попросили ехать через Победиловский тракт, чтобы больше людей доехало живыми. — Потому что Киров, дорога Киров-Русская, сколько там? Один километр, два километра пока отремонтированы. — 20 километра еще в том году отремонтировали. Не знаю, в этом-то году что-то изменилось ли. Я в понедельник туда поеду, узнаю. — Ну, в общем, если вы сейчас на Гренландию отправляетесь или собираетесь отправиться сегодня, то удачи вам. — Удачи желаем и нам в сегодняшней программе. Во втором часе, вернее, уже полноценная программа после 12.05 под названием «Культ поход» у нас будет, как обычно. Сегодня будем ждать у нас в гостях Дмитрия Шелеева, директора Центра современного искусства в галерее «Прогресса». Вот у нас сегодня так завязаны оба часа, да, собственно, на галерею «Прогресса». Как обычно, в галерее много мероприятий интересных происходит. Дмитрий, нам обо всем подробно расскажем. Безусловно, будем разыгрывать билеты, книги. Наш телефон 211-101. Отвечать вам на вопросы. — Ну, еще мы в втором части немножко упомянем про великолепное событие, которое завтра произойдет уже в библиотеке имени Герцена. Где будут праздновать 120-летие со дня выхода романа Брэма Стокера «Дракула». То есть будет костюмированный балл такой слегка вампирский. Но говорят, будут пить только томатный сок. — Ну, а наш первый час мы хотим посвятить мероприятию, которое состоялось тоже, кстати, в галерее «Прогресса» в прошлую субботу, 15-го числа. Это второй вообще городской баркемп. И хотим мы сегодня подвести итоги, поговорить, вспомнить, может быть, уже поностальгировать об этом. У нас в гостях Артур Абашев, организатор баркемпа. — Здравствуйте. — Добрый день. — Добрый день, Артур. — Алексей Блинов, председатель правления молодежной общественной организации «Перспектива», который вел секцию «Как дети решают проблемы образования». — Да, здравствуйте. — Добрый день, Алексей. — Ну, Николай тоже присутствовал на баркемпе. Мне, к сожалению, не удалось. Я все в семье, с детьми никак не мог вырваться. — В общем, я сегодня буду сидеть слушать, а вы будете рассказывать, как же прошел баркемп. — Ну что, Артур, начинай, ты как организатор. — Даже не знаю, с чего начать. — Вот если по десятибалльной шкале, например, оценивать. — На семь, наверное. — На семь. — Да. — Что не удалось? — Ну, подвела погода, как ни странно. В тот раз мы говорили о том, что подвела, и все пришлось перенести, а потом она улучшилась. И все равно в итоге это был первый теплый выходной. Поэтому, видимо, людей было не так много, как хотелось бы. — То есть поздно было уже снова переносить на природу? — Да, поздно было, потому что нужно время для обработки поляна от клещей. — Да, там много других вещей, да. — Да, там связано с арендой помещения, звукоучилищей аппаратуры и всего прочего. — Да, там много своих проблем было бы. — Это, можно сказать, дважды не угадали? — Да. — Да. — Но все-таки мероприятие состоялось. В нем приняло участие 173 человека. — Это на входе фиксировали? — Да. — Сколько заходило? — На входе была регистрация, и зарегистрировалось 173 человека. Ну, все спикеры, которые хотели приехать и выступить, они выступили. Хочу отметить, что большая часть спикеров это были из других городов. В основном из Перми, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга. И даже из Петрозаводска был человек. — Но его ожидалось при прибытии. — То есть никто не опоздал на самолет, все приехали вовремя, всех встретили, все прекрасно выступили. Видео выступления можно посмотреть в интернет-журнале «Семь на семь». Они постепенно будем выкладывать их. — Все записано, в общем. — Да. — Там иначе нельзя, потому что выступают на двух параллельных площадках. Никто, ну, ни я, ни ты, никто-то еще не может чтобы выступление сразу посмотреть живьем, поэтому какой-то приходится смотреть запись. — Одним из спикеров был Алексей Блинов. Я думаю, что в своем выступлении он сам расскажет. — Ну, чуть позже Алексею обратимся, да. — Да. — Так, ну, еще эти три балла, которые не хватает до десяти, что еще не так? — Ну, кроме того, что было не так много людей, как хотелось бы, все остальное прекрасно. — То есть, ну, на самом деле, это был жаркий первый летний день. Все, видимо, поехали купаться. — Все поехали за город, это на самом деле так. А мы как раз оказались в городе. — Нам пришлось остаться и посетить. — Но, опять же, должен отметить положительно, в галереи прогресса прохладно и хорошо. — Да, там средняя температура плюс 18 градусов, и даже с учетом большого количества людей было не больше плюс 22. — Там, кстати, да, я удивлялся, сначала говорили, что не будет ли там душновато, не будет ли шумновато, все нормально прошло. — На случай, что галерея прогресса вмещала в себя одновременно вплоть до 700 человек, то есть, правда, там было практически не протолкнуться, вот тогда там бывает душновато. А если 173 человека, которые были не одновременно, а все равно часть переходила, часть уходила, то было достаточно комфортно. — На самом деле, было вполне удачно, то есть, у меня было тоже большое такое волнение было, как это пройдет именно в таком формате под крышей, да, тем более нормально совершенно. — Давайте поясним все-таки тем, кто сейчас вот слушает вас, у нас, возможно, и впервые узнал, что у нас вот Баркемп состоялся. Давайте напомним тему все-таки, давайте напомним, какие проблемы поднимались, темы какие поднимались. — Основная тема Баркемпа — это открытость общества, открытость власти. Мероприятие было организовано интернет-журналом «7 на 7» и журналом «Товар. Деньги. Товар». В основном мы говорили про открытость власти и, точнее, про открытость информации. — Которую власть должна предоставлять. — Да, которую предоставлять гражданам с средствами массовой информации по их запросам. — Ну и в том числе о технологиях того, как эту информацию получать, если власть не особо хочет ей уделиться. — Конечно. — Ну давайте поговорим об этом. Как же все-таки власть-то вывести на то, чтобы она была открытой и прозрачной? — Тяжело выбывать вывести. — Володь, там на самом деле выступало довольно много людей на эту тему. У всех есть свои какие-то наработки, у всех есть свои приемы. — Я просто представляю, как пересказать лекцию как минимум трех спикеров из команды «29», которые даже по полчаса выступали каждый из них. — Из Санкт-Петербурга команды «29». — Не помню, кто из спикеров сказал, что на самом деле законодательство у нас в этой части одно из самых передовых в мире. — Да ладно? — Да, но дело в том, что как бы правоприменительная практика немножко отстает, поэтому нужно именно обществу это дело немножко будировать и тормошить. Потому что законодательство, как вот оно написано, оно предполагает практически полную открытость власти на самом деле. — Нет, я почему спросил? — Другое дело, как заставить его работать, этот законодатель. — Среди наших слушателей много активных, очень умных людей, которые хотят добиться своего справедливости, активно общаются с этими органами власти и в переписке, и в другом каком-то виде. И хотят получить ответ на свой. — Таким образом, каждый из них получает некоторый опыт, да, вот как раз на баркемпе. — Достаточно сложно описывать. — Понятно, что чтобы получить ответ, нужно написать запрос информации для начала. — Тема отписок, например, поднималась? — Да, конечно, потому что отписки тоже бывают иногда по закону, иногда на самом деле просто отписка. То есть я даже могу вспомнить кировский случай, когда Дмитрий Махнёв, это эксперт сферы ЖКХ, то есть был в своё время председателем «Яблоко», и мы запрашивали количество ям, которые были отремонтированы в течение года. Потому что, я думаю, многие знают, что на ямочный ремонт действует гарантийный срок один год. — Или шесть месяцев. — Один год. — Один год всё-таки. И мы специально запросили эти данные, где какие участки были отремонтированы, и проверяли потом, сохранился ли асфальт в течение полугода даже. Оказалось, что не сохранилось. Но ответ мы получали достаточно долго. Администрация города никак не хотела нам его давать. Притом отказ администрации мы обжаловали в прокуратуру. Прокуратура тоже сказала, что всё нормально, вам отказали. — Закон на 30 дней должна была ответить? — Да, они в срок-то уложились, но они ответили, что мы не обязаны вам ничего. И в итоге через суд только удалось отменить решение прокуратуры и добиться получения этих сведений. То есть это была большая пачка бумаги, которую администрация просто не хотела ксерокопировать буквально, банально. То есть не потому, что она даже скрывала это, а потому что они экономили бумагу таким образом. — Мы экономили бумагу и рабочее время, потому что там практически, да, упаковка бумаги. — Копировал эту бумагу. Власть часто жалуется на то, что мы и рады бы, но чисто технически сделать сложно. Иногда запрашивают на самом деле большие базы данных. — Приходите со своей бумагой, пишите запрос, несите бумагу, чтобы мы ему отвечали. Ну и сколько это время-то у вас заняло? — То есть это заняло практически три месяца. — Три месяца. — То есть с учетом судебного разбирательства, потом получением этого. — И в итоге вы получили бумагу? — В итоге мы получили, да, мы использовали для проекта. Нет, почему. Мы перепроверяли данные. У нас был проект в рамках президентского гранта. И мы как раз проверяли, сколько было сделано. И как раз столкнулись с тем, что у нас никто не несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств. То есть в администрации города нет человека ответственного, который бы... — Который бы напомнил, что это гарантия. — Который должен был следить за тем, чтобы контракты исполнялись. — Так это ДДХ? — Так нет. То есть они заключают, но они не несут... Там нет капельного. Всегда же должен быть определенный человек. То есть просто ДДХ тут в данном случае не может быть. То есть там должностное лицо должно быть указано. — Какая интересная ситуация. Что-то... Я подозреваю, что это далеко не единственное время. — То есть у нас же за гарантийное... Ну то есть в свое время... У нас в законе Кировской области административной ответственности есть ответственность за ненадлежащий контроль за соблюдение контрактов. Или как-то так. А в администрации города нет человека, который был в должностной обязанности. Это входит просто... — То есть, соответственно, привлечь к ответственности некого. — Да, некого. То есть прокуратура так и в ответах потом и отвечает. Ну то есть мы жалуемся на то, что вот контракт не исполняется. И они говорят, а привлечь некого. — То есть ситуация... — На этом все заканчивается. — Ситуация довольно обычная. Но она чем интересна? Что вот когда люди один раз вот так через суд пройдут, второй раз через суд пройдут, потом администрации просто начнут понимать, что они все равно придется эту стопку брать и копировать, да? — Или все равно придется человека ответственного брать? — Да, либо брать человека ответственного, хотя бы дисциплинарно его наказывают. То есть, понимаешь, это, как говорят, капля вода точит. Как раз о чем говорила девочка из команды 29, что вот именно за счет вот этой активности, которая мешает администрации не выполнять свои обязанности, таким образом добиваются определенные прозрачности власти, потому что она сама начинает понимать, что лучше сразу ответить и ответить по существу, чем потом иметь неприятности с органами прокуратуры там или правопорядка. — У нас небольшая сейчас пауза. Я напомню, что мы беседуем об итогах Баркемпа общегородского второго. У нас в студии Артур Абашев, организатор данного мероприятия, и Алексей Блинов, представитель правления молодежно-общественной организации «Перспектива», который вел одну из секций. Вот об этой секции мы поговорим через минуту. — Я сейчас вспомнил нашу беседу с Светланой Нестеровым и Андреем Зверевым, которые были у нас в студии. Мы записывали программу. Очень интересная получилась беседа. — Это уже, понимаешь, вторая тема, вытекающая из первой. То есть они говорили больше о том, как налаживать коммуникацию между общественной властью, потому что, чтобы добиться открытости власти, нужно научиться с ней разговаривать. И, соответственно, власти тоже учиться нужно говорить с обществом. Это тоже очень важная тема, потому что, как они правильно сказали, если люди приходят, обращаются в органы власти и не могут сформулировать, чего они хотят и как, то они, соответственно, и ответ получат точно такой же. Или наоборот, позицию высказал один из наших активистов, что мы там общались раз, два, три, нам надоело, мы больше не будем с ними общаться, с властью. Но если вы не будете общаться, соответственно, вы тоже никого ответа не получите. Поэтому эта тема вторая была, мне кажется, тоже очень интересная. Еще многие рассматривали о том, как выстраивать этот самый диалог с обеих сторон. — Алексей, вы практикуете общение с совластными структурами? — Конечно, мы сотрудничаем с ними. — Сталкиваетесь с какими-то проблемами? — Ну, не особо, потому что отношения выстроены. Все-таки мы общественная организация, мы практически независимы от их работы. То есть мы осуществляем свою деятельность, мы сотрудничаем, мы не создаем проблем, мы их решаем. — Молодежная и общественная организация перспективы? — Так точно. — Суть, цель деятельности? — Это добровольческая организация, некоммерческая. Цель нашей организации — это развитие социальной активности детей, молодежи, грубо говоря. — Начиная с какого возраста? — С 13-ти, с 12-ти, с 8-ми. Вступать в нашу организацию могут ребятки с 7 лет уже. — Школьного возраста, условно говоря? — Конечно. — Пошел в школу, иди в перспективу сразу же. — Чтобы была перспектива, правильно? — Все правильно, именно так. Я перед собой, вообще председателем я являюсь первый год, еще только до этого я был волонтером, куратором направления, просто куратором общей работы. Вот так получилось, что в этом году председательство передали мне, и я перед собой целью ставлю развитие идей ребяток, которые приходят к нам. То есть у них у каждого есть какая-то мысль, желание что-то поделать, попробовать. А мы помогаем им, более старшие волонтеры, более опытные ребята, помогаем им их развить до какого-то проекта, мероприятия, события, чтобы это были не я хочу сделать, а я сделал. — Скажите, пожалуйста, откуда у 7-летнего мальчика или девчонки какая-то идея общественно значимая, которую стоит воплощать именно? В 7-летнем возрасте, по-моему, там еще, вообще, конечно, всякое бывает. — А вы знаете, как... — Скорее бы из школы прибежать и убежать снова. — Я бы посмотрел с вами, как навести порядок в своей жизни. Очень простой рецепт — найти маленького ребенка и попросить, ну, поговорить с ним. Он вам будет такие вопросы задавать, сложные, на которые вы... И ему же сейчас надо отвечать, и просто. Чем проще вы ему ответите, тем он быстрее поймет, и тем проще вам самому легче будет жить. Вот на самом деле, чем меньше ребенок, чем меньше у него опыта, тем он чище видит те вещи, которые вокруг него. Он не видит тех обстоятельств, которые нас ограничивают, всех более взрослых, более опытных. Он просто берет и говорит, а почему это так? А давайте попробуем по-другому. И иногда вот наша зашоренность наших взглядов, она мешает вот это взять и попробовать. А помочь, придумать, развить именно, выглядеть в форме конкуратора, именно помочь довести до какой-то логической, там, логического окончания этой идеи. Это вот самое важное. Идеи есть. У них огромное количество идей. Ну, давайте вот по конкретным инициативам пройдемся, так особо ярким, заметным. Вот в последнее время, что выдвигали ребята и чего добились. Смотрите, вообще на самом Баркемпе мы выступали с тремя проектами, которые мы представляли. Первый проект, это вот, я выступал не один, выступал с Сашей Коноваловой, это наш волонтер. Если она слышит, привет тебе, ты очень клево выступила. Она рассказывала про вот краеведение еще, когда вот звонили в прошлый раз. Про краеведение? Да, есть у нас такой замечательный предмет. Проблема в том, что он необязательный, а если... Но его нет, по большому счету. Ну, да, его нет. Он куда-то включен, да. Он включен в образовательную программу, но он необязательный. То есть его, если и преподают, то обычно это не очень качественно происходит, и это происходит в форме скучных лекций. А на самом деле знать историю родного края, это очень важно, потому что, ну, кто мы, если мы не знаем нашу свою же историю. Вот, она придумала технологию по проведению интересных игр, игры, в частности, одной пока на данный момент, по как раз-таки привлечению внимания к истории, и сделано это все в интерактивной форме, дабы школьникам, дабы ровесникам, младшим классам было интересно... А ей сколько лет? На данный момент 17. 17, да. Да, было интересно не просто поучаствовать в этой игре, а интересно было прийти домой и загуглить, потому что вообще мы сейчас в организации отталкиваемся от мысли, что учитель сегодня современный – это не генератор контента ни в коем случае, то есть к учителю даже большей частью, ну, там, к счастью или к сожалению, я не знаю, как правильно сказать, идут не за контентом, не за материалом. Учитель – это очередной контекст для ребенка, потому что очень много всего вокруг ребенка сегодня меняется, огромные информационные потоки, клиповое мышление. Обратите внимание на популярные социальные сети – Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, и какие посты набирают большую популярность. Чем меньше текста, чем ярче картинка. Следовательно, информация должна подаваться в таком виде, чтобы ее было интересно смотреть, раз, второе – интересно гуглить, искать. Так, давайте, вот мне по краю виду не очень интересно, просто с моим-то историческим образованием я хочу поподробнее понять, в чем суть-то там эта интерактивная игра, – это за основу взята технология мозгобойни, которая сегодня очень популярна в нашем городе. Мы приходим в классы, либо это один класс, либо это какая-то команда, но вот последний раз мы проводили его на 160 человек, думали, не справимся, но очень зашел круто и поняли, что большое количество людей вообще не страшно. Делятся на команды, проводятся дискуссии по группам, если это старший возраст, на тему, стоит ли уезжать из Кирова вообще, или не стоит уезжать из Кирова, и на самом деле тема очень больная, потому что очень сильно затрагивается в 11 классе тема поступления в другие университеты, и когда там ребятки не поступают, они очень сильно расстраиваются, потому что работаю, постоянно вижу это, и это, ну, на самом деле так очень спорно и выглядит двояко. Ну, а почему бы им не доносить мысль о том, что вступление в ВУЗ – это не самое главное в жизни, на мой взгляд. Ну, и уехать из Кирова – это тоже не самый главный поступок. Скажите об этом их родителям, что поступить в ВУЗ в последний раз. Ну, это уже другой вопрос. Понимаете, Алексей, я сам родитель, да, я сам так и в жизни худею, я поступал, конечно, в ВУЗ, но ни одного не закончил, да, понятно, что я не сильно переживаю о том, что, да, у меня его нет, и то, что если мой ребенок выберет какую-то другую, там, специально другое направление в жизни, я сильно переживать не буду, лишь бы ему это было хорошо, лишь бы им это нравилось, так ведь? Ну, а сколько вокруг вас таких родителей, которые так же думают? Ну, я не знаю, я как-то не считал, исследования не проводил. Вы поинтересуетесь. В общем, мнение и давление родителя тут превалирует. Ну, тут не давление сколько, а тут вообще важность именно. Ну, родители себе просчитали себе в голове, да, в будущее своего ребенка? Тут очень, родители, это, опять же, контекст очередной, то есть, причем такой контекст очень плотный в том, что ребенок находится большую часть времени все равно с ними. То есть, мысли, которые испытывает ребенок сегодня, а так как проблема игры, она очень актуальна в плане того, что школа не учит учиться, школа, к сожалению, учить нас сдавать экзамены для поступления. И тема ЕГЭ, она сейчас актуальна уже с четвертого класса, потому что уже в четвертом классе есть экзамены для выступления в пятый класс, в девятом, в десятый, а десятый, одиннадцатый, это вообще сумасшедший дом, потому что это постоянные репетиторы, постоянные мысли, постоянные вопросы, что ты будешь делать дальше. Да блин, задай мне этот вопрос сейчас, в мои 24, я отвечу там на ближайшие пять лет, но куда поступать и что делать, да я просто не знаю, потому что я буду делать то, что мне нравится. А в семнадцать лет, ну, очень сложно, наверное, ответить на этот вопрос, прям четко, что какие экзамены ты даешь, куда ты поступаешь, ты определяешь там свою жизнь, наближаешь там, судя по системе образования сегодняшнего и выше, это лет на семь минимум. Так, мы немножко съехали с темы проявления. Прости, я не допонял. Ну, это ничего, нормально. По проявлению, вот, мы проводим, вообще, так как у нас тема в школе это 45 минут, длится она, ну, то есть несколько вариантов есть проведения, то есть это на час, на полтора и вот на 45 минут, то есть различные блоки, которые мы убираем, добавляем из этой игры, ну, Саша, она это все дело координирует и вообще решает, как должно быть. Приходим в класс, делимся на команды, смотрим, у нас очень много, оказывается, в городе есть видеороликов очень красивых о нашем городе, съемки с квадрокоптера, съемки просто фотограф, естественно, что тут. Ну, это просто вот кому-то захотелось, он снял, выложил, да, а вы это все берете. Мы согласовываем, да. Согласовываете, связываете. Можно ли это брать, ну, я писал лично каждому, когда в группе вот типичный Киров там нашел, можно ли это использовать, они такие, ну, раз в группе ВКонтакте лежит, ну, как, конечно, как в открытом доступе, почему бы и нет, да. Да, вот, проводим обсуждение и потом идут блок, как раз почему 15 шагов по вятке, 15 вопросов, причем вопросы такие, которые не изучают, не пишутся в учебниках. Например? Ой, сейчас подождите, про парки, вот про Александровский сад, про вазы, которые вот из цветов у нас сделали в 40-х годах, я фамилию сейчас не вспомню этого замечательного флориста, который задал тренды про Лобовикова, про фотографии, про приезд Исидора Дункан. Вы хотите, чтобы я вам вопрос какой-то не задал? К сожалению, я вам его не задам, потому что это полностью разработка Саши, вот я думаю, что вопрос ее надо сюда пригласить. Она, кстати, на основе чего разработала все-таки проект? Вообще она сама очень серьезно изучала литературу, она сама, да, она изучает, очень интересная тема краеведения, и мы, естественно, что пошли за помощью, так как мы, она школьница, я не понимаю вообще в историю, ну, не понимаю в плане, а не так сильно подкованным. Да, не так сильно подкованным, поэтому мы, естественно, пошли за помощью, мы обратились к Антону Касанову, у нас есть несколько видео вопросов с ним, и политех обратились за помощью, то есть они посмотрели все вопросы. Антон, политехи и работают, на кафедре туризм. Вот, в общем, все, они это посмотрели, сказали, что все ок, чуть-чуть подправили, и вот так вот это все и получилось, ну, в плане информационная правдивость сохранена, все это четко. Давно этот проект вообще существует, и сколько уже ребят удалось привлечь к участию? По факту, проекту скоро год, но тут очень важно учитывать момент, у нас есть такой проект, в нашей организации, это Многопрофильная Академия социального успеха, это летний лагерь, где мы собираем порядка 150 детей и разбираемся с ними самыми разными технологиями. Так вот, Саша и ее команда в прошлом году в одной из секций, которая называлась общественной организацией, и как правильно провести, смоделировать социальные мероприятия, как раз таки разрабатывала вот эту игру по патриотическому направлению. То есть она представляла из себя совершенно другое, это была типа настольная игра на асфальте, но когда мы вернулись в город, мы поговорили с ней, что давай развивать эту тему дальше, но, к сожалению, тот формат невозможно было сохранить, потому что осень, зима, весна, такие форматы не подходят. Да и у нас вообще с асфальтом в городе не очень. Даже летом. Даже летом, да. Местами. Местами, да. Вытаивает. Поэтому мы полностью переделывали игру, так как учебный процесс у всех, мы никуда не торопились, у нас не было никаких особых дедлайнов, мы сами их себе создавали, поэтому к апрелю мы эту игру создали. Этого года уже к апрелю? Конечно, конечно. То есть игра, в принципе, молодая довольно? Очень молодая, как и Саша, как и мы все, мы тут все души молодые, вот, и все эти поправки, игры, все это у нас длилось до апреля. В апреле мы протестировали проведение игры на самих себя, то есть собрали волонтеров, такие, давайте, вот у нас есть новая движуха, давайте попробуем. Зашло, отлично, всем понравилось, очень много всего узнали. Пошли в школу, если я не ошибаюсь, с этой игрой. В 14-ю вроде бы могу ошибаться, потому что еще параллельно другие проекты шли. И потом, после этого, у российского движения школьников параллельно проходил лагерь в дворце Мемориале, так как мы являемся, лично я являюсь руководителем группы гражданской активности, предложили, вот, презентовали технологию краеведам, именно там, да, к патриотическому направлению, которое там ведут, они сказали, что да, клево, давайте пробовать. Ну, и вот затестили игру на 160 человек. Сейчас вот Саша ожидает проведения этой игры на 150 в нашей смене, которая состоится с 9 по 27 августа. То есть перспектива достаточно... Перспектива у перспективы есть. Да, мне очень нравится вот это словосочетание. Перспектива у перспективы. Реклама у нас сейчас будет, мы скоро продолжим наш разговор. Продолжается наш разговор с Артуром Абашевым, организатором Баркемпа, который состоялся в прошлую субботу. И участник Баркемпа, ведущий секции «Как дети решают проблемы образования», и представитель правления молодежной общественной организации Перспектива Алексей Блинов тоже с нами. Я смотрю в группе ВКонтакте последняя запись «Обратная связь». Это ссылка, да, на гугловский документ, где люди заполняют анкету. Активно заполняют? Часть людей заполнила непосредственно на месте Баркемпа, то есть это было больше, ну, около трех десятков анкет. Ну, а в документе попросили просто заполнить тех, кто не успел это сделать на самом мероприятии. Улучшились ли ваши знания по доступу к информации, если вы узнали что-то новое, то как планируют использовать? Вот такого рода вопроса. Да, то есть «Обратная связь» большей частью положительная. И среди спикеров как раз одного из лучших спикеров отмечают Алексея Блинова, Андрея Юрова, Зверева и Нестерову, ну и команда «29». А вы со стороны видели, как Алексей выступал в частности? Если честно, нет. А вы, Алексей, что чувствовали в момент выступления? Вообще, как аудитория? Волновались, не волновались, как люди реагировали, заинтересованность была видна? Да, вообще, когда мы готовились, у нас был ход конем. Потом Саша купил себе платье. Вот такая шутка у нас была, чтобы подготовились. Но по факту две недели мы почти продумывали, что будем говорить, как будем говорить и о чем. Потому что, если обратить внимание, мы слегка не вписываемся в тему. Открыто с властью общества. Ну, я должен пояснить, что на Баркемпе есть общая тема, и есть очень много других тем, которые могут быть не вписаны. Главное, чтобы они были интересны. Мы хотели подвести к тому, что власть на самом деле открыта местами. Просто зависит от человека, который сидит на должности. Это очень многое зависит. Нам повезло, потому что мы работаем в молодежке с Барминовым, с товарищем министром. Очень комфортно и приятно работать. Конкретно с ним? Георгий Барминов, министр спорта и молодежной политики Кировской области, да? Ну, мы, да. Большая часть с ним работаем. Просто, я думал, на уровне города, может быть, департамент образования. Мы больше работаем с администрацией, с Крышихиной, Ксении Владимировной, вот до этого с Андреевым, Алексеем Алексеевичем, Семеновым и Светланой. Семеновым и Светланой, не помню его отчество, извините. Но, к сожалению, Андреев и Семенова уже не работают в администрации на данный момент, поэтому продолжаем в том виде, в котором можем на данный момент. Что мы чувствовали, вот, и вообще, о чем готовились. В общем, мы хотели подвести, на самом деле, о том, что власть открыта местами и в том, что инициативы идут снизу, и их нужно поддерживать, причем совсем снизу, от детей. Было комфортно. Спасибо Артуру, спасибо Даше за подготовку такого группы. Даше Ананева, имеется в виду, как координатор маркента. Очень все четко сработано, классные подарки, которые там в самом начале, вот эти кругляшки с магнитиками, очень прикольные, у меня до сих пор вот висит пока. Это на входе сразу выручилось. Да, первые ста посетителей. Я был очень рад, что проходило все-таки не на природе, потому что я, как бы, очень плохо переношу жару, на самом деле. И было очень комфортно в галерее, и было очень радостно, что мы могли медиа использовать, чтобы подкрепить свои сова какими-то картинками и более наглядно показать то, что мы делаем. Людей-то много собралось? На наше выступление, ну, как сказала Даша, вы что? У нас там московские спикеры выступают. А вы перетягиваете? А вот все тут. А это неизместно, там, либо там, либо там, потому что перетекание народа происходит. У нас было больше, чем московские спикеры. Мы такие, ну, клево, мы молодцы, значит, хорошо выступают. Малый зал был забит полностью. А вот такой формат работы, кстати, он вам впервые? 20 минут? Нет. Мы в прошлом году меня тоже приглашали в систему по развитию наставничества, но я, к сожалению, не мог приехать. У нас просто наставники по проекту приехали. Формат интересный, но я бы посоветовал чуть-чуть цели определять более конкретные для спикеров. То есть более четкие рамки обозначать, да? Даже не рамки, а зачем это выступление в плане, давайте, ну, какую-то цель общую ставить. А, то есть практическую пользу, да? Нет, практическую пользу каждый своим находит. То есть там вот команда 29 очень крутые вещи рассказала по добыче документов там. Но может быть нам как-то сформировать какое-то общее видение идеального общества и по шагам достигать потихонечку целей. Я просто, ну, прийти, поговорить и заставить людей подумать, это клево. Но, может быть, побудить их к какому-то действию конкретному. Ну, просто про идеальное общество это очень тоже так размыто достаточно. То есть это можно спорить несколько дней, недель, месяцев про идеальное общество и так почему и не прийти. Нет, давайте поймем просто, что мы хотим видеть с ЖКХ, что мы видим с открытостью властью видеть, что мы хотим видеть с образованием, потому что хайд-то всегда можно. Нет, ну, Алексей, вот опять же, если вспомнить их, наших московских гостей, которые здесь были, которые, собственно, просили людей нарисовать картинку будущего, да? И вот сколько там сидело, я не видел этих людей, да, вот они вот точно рисовали совершенно вещи, которые, ну, в одну картинку не складываются, причем противоречащие другу. У каждого человека своя картина, а общие картины будущего страны, да, как выясняется, нет ни у кого не увеличенного общества. Картинку России еще рисовали, да. Ну, это вот плохо, это ужасно, на самом деле. Да, когда и как раз об этом и говорили, что к этому надо идти, но они также точно понимают, что вот сесть и договориться и прийти к этому, в общем, невозможно. А проблема вот еще в том, что мы не садимся, не договоримся и не пробуем. Пока не попробуешь, не поймешь. Это тоже правильный подход, но партнер для этого нет, что для этого есть, чтобы, да, сесть и попробовать. Нет, ну, на самом деле, тема очень клевая. Столько всего, вот прям столько общественных организаций, людей, которые всем этим занимаются, удалось познакомиться с парой замечательных человек. Ну, я, к сожалению, очень немного был. Ой, расскажите, пожалуйста, про пермских гостей. Вот, да, я как раз хотел... Нестерова и Зверев, они тоже были восхищены, какие молодцы, молодцы, там, представители муниципалитета. Они очень классные, то есть они как раз перед нами где-то выступали, и очень хотелось от них попасть. Это, я, к сожалению, имена не запомнил. Это руководители администрации местных? Да, да, да. Это глава муниципалитета. Руководители муниципалитета, там, депутаты, главы муниципалитета. Я как раз хотел... Там мужчина вышел, который у них глава администрации, получается, он сказал очень важную мысль. Это все, конечно, клево, что вы тут боретесь за это все, и хаите власть, но перед тем, как это все делать, а встаньте на наше место. У меня в штатке написано 38 должностных обязанностей, которые я должен выполнять, а я один. Что вы от меня хотите? Мореж, что разорваться, как в том известном. Сотрудников больше я взять, к сожалению, не могу, и, ну, естественно, где-то что-то проседает. Это, ну, это жизнь, простите, 24 часа в сутки, в сутках всего, и у меня так-то есть семья, и хоть чуть-чуть бы пожить. Ну, на самом деле, на паркомпе не хаяли властью. Нет, 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 это он так выразился. Многие говорили, наоборот, позитивные вещи по взаимоотношению с властью. Он, в смысле, так выразился просто. Вообще, мне очень понравилось вот это выступление. Я сам просто не из Кирова, я вырос в деревне, и то, что я сейчас вижу, то, что происходит у нас там, вот в Верхоширомском районе, это очень страшно, и все разваливается. И вот пример пермских ребят, вообще, я на Перм постоянно смотрю. Там вообще муниципалитет, где средний возраст, ну, 35 лет, да, то есть для Кирова это что-то невообразимое. Не пускают, потому что у нас тут... Большой ли муниципалитет-то, кстати? У них там 10 тысяч человек? 10 тысяч человек, да. И причем у них молодежь возвращается. Это район, молодежь возвращается, да. Район Перм 100-й края, да? Так. Это, по-моему, поселок у них, это только поселок. Или только по поселке, мы говорим. Это поселок по поселку. Организовывается. Зачем им это? Они пояснили. Понимаешь, что интересно. Они объясняют, да, что, первое, душа болит, во-вторых, сами-то они ведь не справятся со всем этим проблемом, да? Нужно то, чтобы снизу шло вот это. Поэтому они создают, причем у них даже волнение такое, что как бы не слишком много нас создавать. Вот. Они просто в прямом тексте сказали, что мы всех заставили сесть за один стол и поговорить. Вот только тогда все начало работать. И меня-то больше всего интересовало, почему, как они молодежь удерживают. Вот они создают условия для жизни, для работы условия, причем интересные условия. Вот. И очень вот прям можно брать пример, брать практику, ну, с учетом там наших особенностей региональных, там, отсутствия некоторых ресурсов и переносить прямо сюда. Очень круто. Вот в этом плане, конечно, очень полезно это было, да. Чтобы люди нашлись, которые этим озаботились. Нет, ну там, кстати, представители кировских муниципалитетов тоже были присутствовали. Тоже были? Да, конечно. А откуда, кто? Ну, даже к Стенинскому, да, руководитель, который я просто знаю, да, Костя Воробьев, я просто его знаю, поэтому заменил. Просто изначально баркэмп должен был пройти как раз в том районе, мы с ним договаривались, да. Он был очень расстроен, что не провели у него. И он тоже очень с огромным интересом все это слушал и намерен часть этого использовать в своей работе. У нас остается минута, буквально полторы. Дальше-то что, Артур? Дальше. Третий кировский общегородской баркэмп. Следующим летом. Ах, я жду. Под Новый год. Следующим году. На природу и под дождь. На природу и под дождь, но все уже дождя. Надеюсь на природу и без дождя. Ну, все точно уже цель поставлена. Да, ну, тема еще не определена, потому что будем понимать, что... Тема-то определяться будет, да, по ходу подготовки, да. Да, ближе к делу, да. Как бы что ни случилось плохого у нас тут опять... Чтобы тему корректировать, да. Сейчас связь поддерживается вот с теми людьми, которые приезжали, выступали? Да, конечно, мы и до этого были с ними знакомы. Высказываются, в большей части, позитивно. То есть негативных отзывов я, ну, вот именно от спикеров не встречал практически. А что там может быть негативного? Ну, вот я тоже думаю, что там может быть негативного. Люди сидели и ковырились в носу, что ли? Да даже если они ковырялись, то я тоже в этом ничего негативного не вижу. Господи, если хочешь человек... Особенно с точки зрения организации все прошло достаточно напрягом. Все нормально прошло, да, нормально. Ну, из наших городских чиновников? Нет, из городских не было никого. Я не заметил тоже никого. То есть из членов общественной палаты только Олег Ткачев, по-моему, был. Ну, мы вчера с ним говорили. Светлана Токовича была. А, я сегодня привык на штанычки. Понятно. Ну что, спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Артур Абашев, организатор Баркемпа. События уже прошедшие. Вот сейчас услышали о том, что будет и третий организовываться следующим летом. Алексей Блинов, представитель правления молодежной общественной организации «Перспектива», ведущий секции «Как дети решают проблемы образования». К сожалению, мы только об одном проекте. Ну, я думаю, мы с Алексеем еще встретимся здесь. Безусловно. Спасибо большое. Спасибо. И вам всего доброго. До свидания.